всем привет меня зовут даниил я сотрудник спортмарафона и сегодня я поделюсь с вами своим опытом путешествия по заполярной лапландии пару лет назад мне довелось пройти интересный маршрут который называется кунг следом этот маршрут располагается в северной части швеции и пролегает от деревушки абиска находящийся недалеко от границы с норвегией до одного из популярных горнолыжных курортов четырьмя стами километрами южнее маршрут этот пролегает в основном по горной местности местами он идет в предгорьях и горы в данном районе достаточно необычные они сформированные как многими ледниковыми периодами характерным для этих характерным для этих гор является являются широкие долины и чрезвычайно заглаженный рельеф многократное движение ледников сгладила скалы до практически ровного состояния наш маршрут наше путешествие по швеции начиналось в аэропорту орландо что недалеко от стокгольма в стокгольме нам предстояло провести примерно полдня за этот день мы успели осмотреть город какого-то невероятного впечатления в этот город не произвел вполне привычный прибалтийский город похожий на многие другие оттуда наш путь лежал на север по железной дороге практически через всю страну собственно до населенного пункта под названием абиска где тропа берет свое начало путешествие поездом было выбрано не случайно примерно до тут же можно добраться и на самолете но мы хотели насладиться видами из окон мы хотели посмотреть всю страну даже хотя бы бегло хотя бы из окна поезда но это было интересно и собственно мы совершенно не пожалели о принятом решении действительно путешествие было весьма приятное приятные попутчики великолепные виды из окна извилистая колея достаточно необычно в россии железные дороги более прямые собственно на следующий день мы прибыли на станцию абиска где сошли с поезда до начала самой тропы оставалось еще несколько километров в начале тропы находится большая туристическая станция где есть теплое жилье есть служба гидов есть магазин прокат все что необходимо для комфортного выхода на маршрут или напротив для завершения маршрута или на этой станции можно даже просто жить и ходить какие-то радиальные выходы и приятно проводить выходные мы вышли от туристической станции на тропу это был первый день пути мы взяли достаточно небольшой темп так как нужно было привыкнуть чтобы в первые же дни сразу не устать чтобы плавно постепенно войти в ходовой ритм сразу же сразу же мы были впечатлены северной природой начало маршрута пролегала через зону леса тундры это совершенно совершенно потрясающие виды невысокие сгорбленные ветром деревья внизу подстилка из неправдоподобно зеленого мха и впечатление усиливалось проникающим через ветви деревьев солнцем день был солнечный совершенно сказочная обстановка хотелось прилечь на мох и насладиться моментом что собственно я не упустил сделать во время обеденного привала было здорово первый день как я уже сказал мы взяли небольшой темп и поэтому расстояние мы прошли не слишком большое что-то порядка может быть 20 километров ближе к концу дня нам встретилась первая промежуточная хижина на протяжении всего этого маршрута с интервалами где-то в 15-20 километров расположены небольшие хижины где можно передохнуть где можно с комфортом расположиться и даже докупить какие-то необходимые вещи удивление очень неплохой ассортимент оказался и даже возможность расплатить с кредитной картой в наши планы останавливаться на туристической станции не входило до стоит отметить что эти станции несмотря на то что это некий такой островок цивилизации они невероятно органично вписываются в общую окружающую обстановку и вот абсолютно не давят то есть внезапно ты обнаруживаешь себя перед хижинами которые уютно прячутся в тени деревьев и буквально отойдя от них там на 20-30 метров ты уже снова оказываешься в совершенно диких условиях да еще стоит заметить что недалеко от первой станции туристической станции вабиска дороги очень широко проторены везде в любых сложных топких местах лежат гати то есть все сделано именно для такого очень легкого совершенно расслабленного отдыха то есть это не тот туризм которому привыкли многие из нас когда надо на каждом шагу бороться за жизнь можно просто комфортно прогуливаться наслаждаясь прекрасными видами дальше дальше от цивилизации конечно тропинки становится уже но тем не менее в наиболее сложных местах все равно наведены переправы и двигаться можно без труда так вот отойдя на несколько километров от первой промежуточной станции мы стали биваком вместе где тропа резко забирала в гору и имела значительный набор высоты стали мы на прекрасном видовом месте перед нами открылся восхитительный вид на зеленую долину на вот эту долину покрытую леса тундрой очень величественно очень масштабный рельеф и то есть есть такое ощущение как будто бы ты попал на много миллионов лет назад то есть почему то вот этот ландшафт производит такое впечатление какой-то невероятной древности своей когда еще земля не была покрыта густыми лесами и вот так и кажется что сейчас из-за какого-то угла покажется какое-то стадо давно вымерших животных так завершался наш первый ходовой день до стоит отметить что так как путешествие происходило в августе ночи как таковой за полярным кругом практически не было солнце слегка касается горизонта и снова начинает набирать свою высоту следующий ходовой день ждал нас бодрой разминкой в виде значительного набора высоты и уже не стал нас баловать такой приятной погодой пошел моросящий дождь мы надели мембраны и в течение всего дня мы двигались под моросящим дождем но при этом это было вполне комфортно снаряжение было подобрано в соответствии с возможными условиями и без проблем этот день мы провели в пути собственно да по пути попадались также еще одна или две хижины примерно такие же как первая промежуточная ну мы тоже там просто проходили их мимо и шли дальше потому что формат нашего путешествия не предполагал жизни в хижинах следующий третий день не ознаменовался какими-то особенными событиями вот и в целом вот весь этот маршрут я могу сказать он больше напоминал не приключения а некую такую медитацию то есть вид постоянно меняется но при этом все виды между собой достаточно схожие и ритм шагов настраивал скорее на настроение такое на философское настроение привести в порядок свои мысли разобраться в себе сделать все это в гармонии с природой и интересный момент на этой тропе время от времени попадаются такие места которые называются медитацион плац место для медитации это какой-то участок как правило с отличным видом и посреди него посредине него находится большой камень и на этом камне высечена некое философское изречение такое приятное место чтобы подумать о чем-то великом так прошел третий день как я уже сказал никаких невероятных событий не было в целом был достаточно похож на второй а вот четвертый день был несколько более интересным и неожиданным к этому моменту мы уже хорошенько размялись и уже могли набрать хороший темп передвижения к вечеру мы прошли там порядка 30 30 с лишним километров и тут неожиданно наш путь преградила водная преграда это было озеро шириной около километра и длиной очень большое обойти его не представлялось никакой возможности то есть она оказалась находились на завышении она внизу и было видно что вот не вправо не влево обойти вариантов нету это было очень удивительно поскольку в описаниях не было сделано никакого акцента на то что могут быть какие-то водные преграды и уже даже возникли мысли о том что а может быть мы ушли куда-то не туда но мы решили разворачиваться же назад решили спуститься к озеру и посмотреть что к чему спустившись мы обнаружили очередную очередную промежуточную хижину и у смотрители этой хижины поинтересовались как же нам быть что же нам делать такой ситуации водные преграды мы не ожидали ни пакрафта не и артлибовского баула перебраться невозможно смотрительница сказала что на озере есть челночная переправа то есть как это работает у нас есть три лодки две лодки на одном берегу одна лодка на другом берегу если вам повезло и вы подходите на берегу стоит две лодки вы просто прыгать в лодку и переправляетесь на другую сторону все прекрасно если вы подходите на берегу одна лодка то вы должны сесть в нее погрузить все свои вещи отплыть на другой берег выгрузить свои вещи забрать одну лодку на буксир отвезти ее на первый берег и только потом вернуться три раза естественно оказалось что на нашем берегу была только одна лодка и И под вечер, после такого хорошего, бодрого ходового дня, нас ожидала такая вот классная спортивная заминка в виде трех километров гребли на почти неуправляемой лодке по полметровой волне. В общем-то, ничего сложного, но запомнилось. Переправившись на другой берег, мы углубились незначительно в лес и там разбили лагерь. На следующий день нам оставался совсем небольшой участок маршрута. Из всех 400 километров маршрута у нас было запланировано только первые 100 до станции Вакудавары, где маршрут пресекался большой автомобильной дорогой. И часто этот маршрут ходит именно так. Итак, на следующий день нам осталось пройти где-то 14 километров. Мы решили пройти этот участок как радиальный выход, то есть оставить все вещи у озера, быстренько сбегать до Вакудавары, посмотреть, что там, и вернуться назад. Поскольку в наши планы входило частично вернуться по пути нашего следования. И в этот день скандинавская погода показала нам свои зубы. Показалось, что даже в августе она может быть достаточно суровой. Утро начиналось достаточно неплохо. Мы вышли, даже, кажется, светило солнце. Но потом подул очень холодный северный ветер. Сели очень низкие облака. И пошел дождь почти горизонтально. Это было выматывающе. То есть где-то порядка 28 километров за день мы прошли. И ощущались они на все столы. К вечеру мы были очень уставшими. На Вакудавары мы спустились, посмотрели на дорогу, посмотрели на озеро. Развернулись. В общем-то там не было чего-то такого необычайно примечательного. В этом месте тропа немножечко сдвигается. Вот по этой асфальтовой дороге. Те, кто хотят продолжить следовать по Кунг-Следам, надо сдвинуться примерно на 30 километров левее. Вот этого в наши планы не входило. Поэтому в тот же день мы вернулись назад. И к вечеру распогодилось. Это был приятный момент. Эта суровая северная погода дала нам отдохнуть. На следующий день мы переправились обратно. И дальнейшим нашим планом было восхождение на высшую точку Швеции, гору Кебникайсе. А эта гора осталась позади нас. И нам предстояло вернуться примерно на половину маршрута. Что мы, собственно, и сделали в течение двух следующих дней. Тоже погода не давала нам расслабиться ни на минутку. И я стал понимать, почему скандинавские бренды делают свои палатки вот именно такими, какими они их делают, очень прочными, долговечными, совершенно неубиваемыми. Потому что со своей хабовой палаткой каждая ночь становилась лотереей. Я уже думал не, если моя палатка порвется от ветра, а когда моя палатка порвется от ветра, что же я буду делать. Но, к счастью, этого удалось избежать. Палатка устояла, подпертая большим количеством трекинговых палок. Все получилось. За пару дней мы дошли до подножия Кебникайсе, где находилась очередная туристическая станция, крупная туристическая станция Фельсташун. Дословный перевод — горная станция. Банально. С этой станции, собственно, совершается много различных восхождений, в том числе и на гору Кебникайсе. Там можно нанять гида, там можно взять в прокат снаряжение, там есть рядом балдеринговые секторы, можно просто полазить. Там есть даже вертолетная площадка, туда можно прилететь на вертолете из Керуны. Но погода не способствовала совершению восхождения, и нам пришлось сидеть и ждать. Мы сидели и ждали под горой, совершая радиальные выходы, отдыхая, любуясь местными видами, наблюдая за местными животными. Да, кстати, вот интересный момент. На Фельсташун там есть такое здание, называется Service Husset. В этом здании абсолютно любой может прийти, воспользоваться кухней. Вот просто человек зашел с улицы, то есть он здесь не снимает жилье, там еще что-то. Нет, он просто пришел, вот он шел по тропе, он зашел, воспользовался какими-то благами цивилизации, которых ему не хватало много дней, и продолжил свое исследование, совершил восхождение. Это удобно, это приятно. Так вот, дождались мы несколько дней, несколько дней мы прождали, и дождались, как нам показалось, благоприятной погоды. Мы посмотрели прогноз, прогноз был хороший, и, собственно, пошли на вершину. Нам предстояло набрать порядка полутора тысяч метров до вершины. Маршрут совершенно несложный, абсолютно полностью пешеходный, кроме одного нюанса. Последние 50 метров, вот на этот счет, то, что нам говорили люди, расходилось. Одни говорили, что там много снега, другие говорили, что там чистый лед и без кошек не пройти. Мы не знали, чему из этого верить, поэтому решили просто на удачу пойти и посмотреть. Если нам не понравится, развернемся, вернемся назад. Собственно, в день восхождения мы вышли, и когда мы уже были относительно недалеко от вершины, оказалось, что прогноз не оправдывается. На гору село ледяное облако, стало очень холодно, очень неприятно. Но мы решили, что все-таки надо подойти под вершину, посмотреть, что же там. Там подошли, оказалось, что да, действительно, там ледовая стенка, примерно 50 метров, ну, как и стенка, ледовый склон, достаточно большой крутизны, но просто в ботинках там не пройти. Назад идти не очень хотелось, и поэтому мы решили, так сказать, поставить галочку. Я прорубил трекинговыми палками ступени ледовые, и мы зашли на вершину. Там сфотографировались с флагом спортмарафон и с чувством выполненного долго пошли вниз. Хотя, конечно, очень хотелось насладиться видами, открывающимися с этой горы. Эти виды легендарны. Придется возвращаться туда и совершать восхождение еще раз в более благоприятную погоду. Затем мы спустились вниз на станцию Фьельсташун. Еще день или два, может быть, отдохнули. И после этого направились уже в сторону цивилизации по одному из боковых ответвлений тропы до ближайшей асфальтной дороги. Там мы сели на автобус и доехали до города Керуна. Небольшой шахтерский городок тоже произвел очень приятные впечатления. Там мы провели пару дней. Несмотря на то, что город с населением 30 тысяч, там есть аэропорт, там очень чисто, там очень красиво, там приятные люди. Оттуда мы, собственно, самолетом уже перелетели до Стокгольма. И там еще через пару дней пересели на самолет до России. Собственно, вот такое было путешествие. В целом, такой формат для меня был достаточно новым, потому что большинство моих путешествий — это какие-то более альпинистские истории. И вот этот вот поход по Кунг-Следен — это был больше какой-то такой способ расслабиться, чем способ испытать себя. Очень приятное впечатление от всего маршрута в целом. И я могу его порекомендовать абсолютно любой категории аутдорной публики, поскольку, если, например, вы только начинаете ходить какие-то маршруты, вы можете идти от хижины до хижины, жить с комфортом, ни в чем себе не отказывать, идти налегке, взяв с собой одну кредитную карточку. Или, если, напротив, вы хотите чего-то более экстремального, тоже условия вам вполне позволят получить этот экстрим. Рекомендую. Кунг-Следен. Продолжение следует...